Привет всем любознательным и любопытным! Специально для вас в эфире СТК интересная передача. Сегодня я расскажу вам о заморских растениях, которые уже давно стали своими для всех нас, поселившись на подоконниках обычных солигорских квартир – кактусах. Красивый цветущий колючий сад на вашем окне – это не только украшение комнаты, источник творческой работы и ухода, но и полезное во всех своих проявлениях растение. Слово «кактус» пришло к нам из греческого языка. В древней Элладе так называлось какое-то колючее растение. Считают, что это мог быть репейник или артишок. В 1737 году знаменитый шведский ботаник Карл Линней, основатель современной системы классификации в ботанике, впервые применил это слово, изменив на латинский лад его, как название для небольшой группы совершенно новых для Европы растений, завезенных из Америки. Эти растения стали называться «кактус». Многие тысячелетия потребовались, чтобы растения, имевшие ствол, ветви и листья, превратились в шарообразные существа, тонны всего этого. И было это не прихотью селекционера, не случайной мутацией. Это был процесс приспособления к тем климатическим условиям, которые возникали на их родине. А родина кактусов – Америка. В результате геологических изменений в основном образование гор. На этом огромном континенте возникли зоны, в которые облака, несущие осадки, не попадают годами и даже десятилетиями. Выжить в таких условиях могут только очень приспособленные существа, способные решить такие задачи, как добыть, накопить и очень экономно расходовать воду. Кактусы, в силу необычности внешнего вида для европейцев, привлекли внимание еще первых колонизаторов Америки и были выведены в Европу в качестве декоративных растений уже в XVI веке. Первая известная коллекция кактусов была собрана аптекарем Морганом в Лондоне. В дальнейшем популярность этих растений постоянно росла, чему способствовали и биологические особенности многих кактусов – неприхотливость к поливу и сухости воздуха, легкое размножение. В ботанических садах разных стран, в том числе и России, а также в оранжереях частных лиц были собраны значительные коллекции. В последующие два века число видов кактусов, известных европейцам, резко расширяется. В Америку снаряжаются целые экспедиции за колючими суккулентами. Появляется соответствующая литература и даже фирмы, которые разводят кактусы. Следующий пик интереса кактусам приходится на вторую половину XIX века и на начало XX века. Учеными-ботаниками и отдельными энтузиастами-любителями к этому времени описаны сотни новых видов кактусов. В СССР массовое распространение кактусов как популярных комнатных растений началось в конце 50-х годов. Возникли клубы любителей кактусов, некоторые из них существуют по сей день. Ныне несколько десятков самых неприхотливых видов кактусов являются одними из наиболее распространенных растений, используемых в зеленении помещений. С другой стороны, энтузиасты собирают коллекции, состоящие из сотен и даже тысяч видов. Для любителей кактусов используется термин «кактусист». Кактусовые – это многочисленное семейство, в котором насчитывается около 3000 видов кактусов. У кактусов разных видов неожиданные причудливые формы – и шарики, круглые ребристые, и лепешки, и столбики. Кактусы – растения нового света, то есть происходят из Южной и Северной Америки, а также островов Вест-Индии. Кроме того, человек распространил некоторые виды кактусов на все континенты. Во время сильнейших засух эти растения сильно сокращаются в объеме, но при первом же дожде восстанавливают его. Некоторые виды кактусов безболезненно переносят потерю воды на 60-70%. Способность запасать воду не одинакова у разных видов кактусов. Ведь кактусы различаются по форме и размерам. От карликовых, достигающих и во взрослом состоянии лишь нескольких сантиметров, до крупных, тяжелых, более центнера весом, которые способны запасать в своих удивительных, иногда причудливо разветвленных стеблях до 3000 литров воды. От прочих суккулентов кактусы отличаются наличием особых видоизмененных пазушных почек – ореол, которые выглядят как небольшие подушечки. Как из обычных почек, из ореол кактусов развиваются цветки и плоды. К тому же ореолы дают начало волоскам и колючкам. У многих кактусов ореолы опушены, а у других видов они голые. В ореолах кактусов может также появляться сладковатая жидкость, привлекающая насекомых или птиц калибри. Вопреки расхожему мнению, колючки, иголки кактусов, являются не видоизмененными листьями, а лишь почечными чешуями. У некоторых кактусов колючки бывают мелкими, жесткими и острыми. Существуют виды с бумажными или пергаментными, легко гнущимися колючками. Выращивание большинства кактусов не представляет никаких проблем, что само по себе просто удивительно. Ведь кактусы происходят из регионов с совершенно другими климатическими условиями, нежели в наших широтах. Климат в естественных местах обитания кактусов отличается ярко выраженным сухим периодом и периодом дождей. К тому же разница между летней и зимней температурой там нередко меньше, чем между дневной и ночной. Однако большинство кактусов это выносливые, легко приспосабливающиеся к различным условиям и благодарные растениям. Обычные кактусы поливают только тогда, когда они растут или цветут. К тому же, когда они стоят в тепле и испарят больше влаги, их необходимо поливать чаще и более обильно. И наоборот, когда кактусы, например, во время зимнего периода покоя содержатся в холодных условиях, полив прекращают совсем. Самое удивительное в этих зеленых созданиях – поразительная стойкость, с которой они выдерживают жару и отсутствие влаги. Много лет они могут жить даже в закупоренной колбе с увлажненной почвой. Когда же эти колючие создания зацветают, красивее их цветков трудно найти. Некоторые цветут раз в 5 лет, некоторые ежегодно, а бывают на протяжении полугода. Некоторые кактусы даже на своей родине зацветают только по достижению преклонного возраста и будучи очень крупными растениями. Это касается в первую очередь многих колонновидных кактусов. Почти у всех кактусов закладка цветочных почек происходит только тогда, когда зимой они содержатся существенно прохладнее и полностью или почти полностью сухими. У цветущих весной видов и сортов этот период покоя необходимо выдерживать до тех пор, пока бутоны не станут хорошо заметными. Кактусы можно размножать семенами и, что намного легче, с помощью укоренения черенков или боковых побегов деток. Эхинокактус в своей мякоти содержит около 80% воды, что сравнимо с арбузом или огурцом. Ослы научились добывать из него воду, сбивая копытами верхний слой растения вместе с колючками. Плоды некоторых кактусов съедобны. Они очень крупные, сочные и вкусные. Желтые и красные плоды по виду напоминают грушу, покрытую маленькими колючками. Есть кактусы, которые по вкусу напоминают клубнику. Из них делают прохладительные напитки. Из кактусов делают различные деликатесы. Их плоды продают на рынках. Индейские племена используют его как лекарство. Плоды кактуса едят сырыми. Из них варят варенье и компоты, крема и джемы. Их кладут для цвета и аромата в вино. Тушат с мясом в виде рагу. 20 видов кактусов – прекрасный антибиотик, которому подвластны некоторые сложные заболевания. На кактусах разводят тлю, из которой получается пищевой краситель. У любителей, выращивающих свои растения в комнатах, все чаще встречаются очень привлекательные, хорошо растущие ландшафтные композиции. Из кактусов в ложках или невысоких цветочных ящиках. Сегодня мы с вами в эколого-биологическом центре детей и юношества Солигорского района, где собрана большая коллекция кактусов и недавно создан целый сад суккулентов. Расскажите, пожалуйста, немного про ваш сад. Вот в августе этого года у нас появилась такая задумка создать сад суккулентов. Почему? Потому что здесь условия полностью соответствуют для удачного, успешного роста суккулентов. И как бы собрали коллекцию такую достаточно значимую. Есть разнообразные виды представлены суккулентов, которые любой желающий Солигорско-Солигорского района может прийти, посмотреть, полюбоваться и приобщиться к нашему общему делу. Это влаговпитывающие растения, которые по своему составу впитывают влагу в свои губчатые ткани. И это очень жароустойчивые растения. Они в основном могут произрастать до температуры плюс 60 градусов. Это растения, которые светолюбивые достаточно. То есть вот мы видим, что они все растут на подоконнике. Здесь прямой доступ солнечного света. И как бы самое основное условие для успешного роста этих растений – это очень сдержанный, скудный полив. Чтобы наши кактусы летом зацвели, это надо в зимние 3 месяца ограничить полив. И раз в месяц только поливать по мере необходимости. Почему? Потому что они все впитали эту влагу и она у них уже в достаточном количестве есть. Немного расскажу о родине суккулентов, откуда они появились. Это в основном Америка и Мексика. И надо помнить, что суккуленты растут в пустынях. А пустыни – эти каменистые в них. Достаточно много минеральных веществ. И этим растениям единственное надо, чтобы влага была, чтобы они могли растворить и впитать эти минеральные вещества. Вот в основном в нашей коллекции представлены очень известные суккуленты. Толстянка, эуниуми, вон там произрастают красиво очень. Вот алоэ вера, достаточно известная на роде. Мало кто знает, что это еще называется македонское дерево. Почему? Потому что еще в 4 веке до нашей эры древние греки знали о лечебных свойствах, использовали. И Александр Македонский по совету своего учителя Аристотеля захватил об остров сокрыт, на котором росло это лечебное растение. И позже они его очень успешно применяли, в принципе, и до сих пор мы его применяем в косметологических и лечебных целях. Расскажите, пожалуйста, а у вас редкие экземпляры, какие в коллекции, которыми вы гордитесь? Да, у нас в коллекции представлены несколько редких видов смейства кактусовых. Это, в частности, эхлинокактус, который еще называется тещина кресла, потому что, ну, видите, какими достаточно упругими и толстыми шипами покрыто. И вот наша гордость, карнегия гигантская. Карнегию не поливали, было такое растение 6 лет, и оно при этом потеряло только 11% от массы, своей массы. И вот все это время выживало только достаток накопленными своими веществами, которые находят у него на тушистоле. Надо сказать, что кактусы – это растения, которые очень хорошо приспособились к экстремальным условиям природы. И чем они приспособились? Свой ствол они превратили в резервуар для воды, а листья превратили в колючки, чтобы сохранить эту влагу, которую они накопили в себе. Еще у нас в коллекции есть интересные виды опунции. Вот я люблю опунции, надо сказать, что опунция с орлом – это изображены на мексиканском гербе. И вот мы создали национальный мексиканский колорит в какой-то мере из растений, произрастающих на территории Южной Америки, Мексики, Эквадора, Перу. Еще в нашей коллекции некоторые интересные виды. Вот цефалоцереус старческий, который покрыт беленькими волосами и напоминает немножко старичка. И тут мамилярии у нас есть в коллекции еще. Разведением кактусов занимаются и взрослые дети. Причем среди заядлых кактусистов немало и мужчин. Это дело не только увлекательное, интересное, но еще очень ответственное. Уход, полив, пересадки. И обязательно кактус вознаграждает своих преданных хозяев обильным цветением. Кактусы наиболее неприхотливые и выносливые из всех комнатных растений. Они даже гибнут при чересчур заботливом уходе. Так что если решили завести растения в доме, выбирайте кактус. И наверняка в скором времени у вас появится своя собственная коллекция. На сегодня это все. Смотрите интересную передачу в следующий раз. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»